Здравствуйте, уважаемые телезрители! Я Святослав Савенков. Рад приветствовать вас в нашей студии. Вы смотрите передачу «Разберемся». Данный проект мы, Одинцовское телевидение, готовим вместе с общественниками, вместе с ними, а также с вами, уважаемые телезрители, мы стараемся разобраться с наиболее важными и актуальными вопросами в жизни Одинцовского района. Сегодня мы поговорим про довольно нетипичную ситуацию, мы поговорим про чрезвычайные ситуации, которые все-таки время от времени происходят в России, и о том, что могут общественники в данном случае сделать, какие шаги они могут предпринять. Если у вас имеются какие-либо вопросы, предложения, наш телефон 508-86-84. Для вас мы работаем в прямом эфире. Звоните, постараемся вместе во всем разобраться. Наши гости сегодня Виктория Викторовна Степанова. Добрый вечер. Добрый вечер. Виктория Викторовна, член общественной палаты, как и Ольга Владимировна Лащева. Добрый вечер. Добрый день. Ольга Владимировна, Виктория Викторовна, спасибо, что вы к нам сегодня приехали. Ну, слава богу, слава богу, у нас больших прямо-таки чрезвычайных ситуаций в Одинцовском районе в последние годы не было. Обычно по чрезвычайными ситуациями понимают, ну, либо террористический акт, либо какой-то природный катаклизм. Но иногда, к сожалению, и наш быт также разрушается какими-то абсолютно непредвиденными ситуациями, как, например, недавно, в общем-то, произошел пожар. Люди начали Новый год фактически с того, что в первых числах января они остались на улице без средств к сосуществованию и так далее. Можно ли уточнить вот первый базовый момент? Я знаю, это не будет большим там спойлером для наших гостей, для наших зрителей, что у вас работал, и все еще похоже, работает оперативный штаб, который призван решить вопросы вот этих людей, как-то им помочь и так далее. А раньше какие-то подобные опыты у вас имелись или это совершенно что-то новое, что впервые общественная палата Одинцовского района вообще встретила на своем пути? Я думаю, что это впервые такое масштабное бедствие, которое терпят люди. Я считаю, что пожар, одно из таких бедствий, это очень страшно, это очень тяжело остаться на улице, тем более с детьми, в такой ситуации. То есть раньше общественная палата подобными вопросами не занималась, их как бы и не было, я правильно понимаю? Да, все верно, такого масштаба не было. Как вы вообще вот работали? Пришлось подождать, пока там собиралась какая-то рабочая группа, и там только решили создать штаб. Просто из самого только, знаете, названия, оперативный штаб, я в принципе для себя делаю вывод, что он достаточно быстро был создан оперативно, для того, чтобы решить эту проблему. Вы сейчас на этот вопросик ответите, а мы сперва давайте примем звоночек от нашего телезрителя. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас слушаем. Здравствуйте, меня зовут Денис, 8-й микрорайон. Хотелось бы, наболевший вопрос, дороги не чистятся, заужены с каждой стороны, ну, по метру. Дорога, вы имеете в виду именно проезжая часть для автомобилей, правильно? Проезжая часть автомобильная. Соответственно, сложность в чем? Там одна полоса в каждую сторону движения, и сложно разъехаться, верно? Да, 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 конечно, машины приближаются друг к другу, это опасно. А, Денис, я вот, к сожалению, чисто территориально не очень себе это место представляю, а там вообще есть куда расширять? Там за тротуарами что вообще находится? Территориально, я вам скажу, это 8-й микрорайон, это полностью 8-й микрорайон. Я вам прям улицы не буду конкретно все называть, то есть приехать, прокатиться можно по всему 8-му микрорайону и понять. А вы как считаете, там, если, например, реально расширять за счет, ну, чего, только за счет тротуара, получается, проезжая часть, не будет проблем? Я не говорю расширять дорогу, я говорю нечищенные, нечищенные. А, нечищенные, господи, да, 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 да. Это вопрос, конечно, к нашему жилищному, жилищно-коммунальному хозяйству. Вообще, конечно, ну, я думаю, вы со мной, Денис, согласитесь, вообще-то район убирают, это видно, и дворы убирают. Но иногда, я просто сам, как автовладелец, могу за свидетельство, и да, иногда ездишь и в Одинцово, и в Москве, и просто поражаешься, что происходит. Я думаю, что у нас соответствующая рабочая группа в общественной палате, которая может как раз-таки на рейд выехать, наверняка возьмет на заметку этот вопрос. Да, в комиссию передадим. Денис, спасибо огромное за звонок, мы тогда поступим, я предлагаю, следующим образом. Передадим ваши контактные данные в общественную палату, в соответствующую комиссию. Вы либо сами с ними, либо просто там назовете им конкретные улицы, где это безобразие происходит, они туда как можно быстрее скорее выехают, все это сами посмотрят, и если там действительно будет то безобразие, о котором вы говорите. Я думаю, что они в жилищно-коммунальное хозяйство обратятся как минимум, в общем-то, я думаю, скорее всего, и в администрацию. Спасибо большое за звонок. Я напоминаю, уважаемые телезрители, наш телефон 508-86-84. Мы сегодня говорим о чрезвычайных ситуациях, в частности, говорим о пожаре, который не так давно случился в доме номер 108 на Можайском шоссе. Тем не менее, вы можете звонить, обращаться по любым вопросам, все они рассматриваются нами как обращение, официальное обращение в общественную палату Одинцовского района. Давайте продолжим нашу беседу по поводу оперативности. Как быстро вы его развернули? Вечером в 8 часов вечера произошел пожар. В 10 часов штаб был полностью укомплектован по улице Молодежная, 18. Мы уже встречали людей, которые несли помощь и как материальную, так и вещи первой необходимости. Это зимняя одежда, обувь, питание детское. Штаб работал в полном режиме до 7 вечера и по сей день. А он все еще действует, правильно? Да, он еще действует, но вот завтра у нас последний день, так как мы уже, в принципе, все необходимые вещи собрали. Действительно, люди, которые пострадали из этого подъезда, нас посетили, что-то для себя отобрали. Вот. И, в принципе, мы завтра прекращаем работу, так как сейчас им необходимо, это в первую очередь, это ремонт. Ремонт, соответственно, пострадавшего дома. Ремонт своего жилья, да. Мы сейчас побольше поговорим поподробнее относительно обстоятельств пожара, того вообще, что там произошло. Сперва давайте примем еще один звоночек. Давайте. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас слушаем. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Я уже звонила в общественную палату. Я Тепякова Валентина Алексеевна, проживаю в улице Союзная, дом Бойко, напротив военкомата. Заслуженный тренер России. Ежедневно езжу на работу в Москву. Воспитала олимпийских чемпионов по синхронному плаванию. Такого безобразия, как на улице Союзной, и вообще это богом забытый восьмой микрорайон города Одинцова. На улице Союзной не то, что проехать возможно, пройти невозможно. Горы снега, напротив военкомата. Неужели нельзя организовать какое-то переобъявление, эвакуацию машин, хотя бы раз за зиму прочесть дороги. Я уже звонила в общественную палату. Понял я вас. Смотрите, буквально несколько минут назад очень аналогичный был звонок тоже от жителя восьмого микрорайона Дениса. Предложил я ему вариант, я думаю, вам тот же самый вариант предложу. Мы в общественную палату конкретно ваши данные передадим, они с вами свяжутся. Вы им скажете, где конкретно происходит все это? Хорошо, хорошо, я понял. Ну просто я же лично этим, сами понимаете, не могу заниматься. Я в данном случае просто помогаю вам состыковаться с общественной палатой. А общественная палата, в свою очередь, эти вопросы старается по мере своих сил, связей и возможностей разрешать. Соответствующая, я думаю, рабочая группа, которая занимается подобными рейдами, посмотрит, что там происходит. И если такое безобразие действительно происходит, они уже будут непосредственно работать с ЖКХ-шной компанией, которая должна этими работами заниматься. Будет выяснять, почему она это не делает и принимать какие-то меры. Спасибо большое, что позвонили. Продолжая нашу беседу относительно погорельцев, давайте действительно по поводу ремонта чуть-чуть попозже поговорим. А начнем для тех, кто еще не в курсе из наших зрителей, а что вообще там произошло? Произошло возгорание, сейчас идет следствие. Выгорели две квартиры, это третий этаж и пятый этаж. Четвертый этаж огонь миновал каким-то чудом. Пострадали, пострадал весь подъезд. Там невозможная гарь. Пожарные, когда тушили пожар, остальные этажи затопило, то есть у людей вздулись полы. В квартире также гарь. Вот, людям надо всем помогать. Я правильно понял, судя по тому, что вы говорили о ремонте этих квартир, то есть самому подъезду не грозит, предположим, обрушение, правильно? Обрушение, насколько я знаю, и было у нас экстренное совещание, которое собирала Татьяна Викторовна Одинцова в администрации. Приглашала все службы, все власти. Также был весь подъезд, все 20 квартир на этом экстренном совещании. Вот, присутствовал психолог. И люди, жители этого подъезда задавали власти, там была и управляющая компания, задавали власти все вопросы. Также оперативно, прямо на заседании, на совещании мы создали группу в WhatsApp, чтобы жители непосредственно задавали острые горящие вопросы напрямую властям, чтобы не тянуть время. А эта группа, соответственно, человек, который занимался модерированием, он работал какие-то определенные часы или это была круглосуточная группа? Это круглосуточная группа, в которую все внесены, все квартиры и телефоны власти. Которая работает по секунду, да и сейчас она работает тоже. Виктория, а соответствующие органы, главное, проводили уже непосредственно какой-то вообще анализ, разработку до этого подъезда? Он действительно в порядке, его стоит только отремонтировать? Не придется сносить, вообще говоря, это крыло или вообще весь дом? Нет, весь дом не нужно будет сносить, крыло не нужно будет сносить. Во-первых, нужен капитальный, ну хотя бы как минимум косметический ремонт подъезда. Правильно Ольга сказала о том, что жить в этом подъезде сейчас на данный момент невозможно. Конечно, есть те семьи, которым предоставила администрация жилье, да, но есть и семьи, которые разместились так, ну кто у знакомых, кто у друзей. И невозможно там жить, потому что горь, копоть, вот этот дым, как только ты заходишь в подъезд, ты это чувствуешь. Естественно, нужно понимать, и люди ждут, да, что власти будут помогать, а власти помогают. Это самое главное. Действительно, то, что случилось, это такое горе, но я могу сказать одно, то, что по опыту мы больше уже недели принимаем помощь, я могу сказать то, что не остается никто в стране. То есть беда действительно объединяет, и вот это единство, оно проявилось полностью. То есть все структуры и органы исполнительной власти, администрация, общественники, общественные организации, люди, очень много людей, которые сами пострадали. И есть такие люди, слава богу, которые пострадали, но все остались живы, а есть те, которые, ну, к сожалению, ну, сами понимаете, приходят. Потеряли близких. Да, потеряли близких, да, приходят и также помогают. Помогают всем миром. Действительно, никто в стране не остается. Поэтому я хотела бы выразить огромную благодарность всем тем людям, которые принимают участие, которые небезучастны, и которые готовы помогать и помогают дальше. Поэтому, потому что это страшно. Никому бы никогда не оказаться на таком месте, на котором оказались эти люди. Если вот о самом, я думаю, важном все-таки вопрос затронуть по поводу пострадавших. Сейчас уже есть какие-то подведены ли итоги, сколько вообще человек пострадал, кому понадобилась медицинская помощь, кто где был размещен? Ну, пострадало, в принципе, мы уже с Ольгой сказали, что пострадал весь подъезд. Это я имею в виду конкретно по людям. Ну, 8 квартир особенно пострадали, да. Мы как общественная палата взяли шество над многодетной семьей, которая больше всех пострадала. Там трое деток, мама, папа. Дальше пенсионеры, которые рядом вместе с ними, на пятом этаже квартиры, тоже достаточно сильно пострадали. На третьем этаже две квартиры, также сильно пострадали. Но остальные получились либо затопленные, либо люди надышались гарью. И им сразу же была оказана срочная медицинская помощь. Да, когда начался пожар, я дополню Викторию Викторовну, когда начался пожар, приехала бригада скорой помощи и забрала всех, но в первую очередь у нас поехали мамы с детьми. Хотелось бы выразить благодарность Мисюкевичу Ольге Александровне. Несмотря на позднее время, она организовала прием жителей в больнице. Их разместили по палатам, оказали всю необходимую помощь. Жители, скажу от лица жителей, да, вот на сегодняшний момент мы с ними встречались, они очень, очень довольны. Как их встретила медицина, очень довольны. Я так понимаю, что несколько человек оказались в ситуации, когда им сейчас буквально некуда деваться. Они где-то сейчас размещены? Да, размещены. Это многодетная семья с пятого этажа, у которых выгорела вся квартира. Мама с тремя детьми и папа. Они размещены при Гребневском храме в социальном центре «Благо». Там для них администрация, конечно, спасибо еще раз администрации района, разместила общественная организация «Мамина помощь». Они помогли в питании, и также холодильник приобрели, продукты, кроватку, коляски. У нас есть еще один звонок, давайте поговорим с нашим зрителем. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас слушаем. Здравствуйте, еще раз, меня зовут Денис, восьмой микрорайон. А, мы с вами как раз разговаривали, да? Да, 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 другой вот вопросик. Давайте. У нас раньше в пожарной охране, в этой части, базировалась спасательная от Мособлспас. Сейчас он переехал в Голицыно. Мне вот это как-то вот интересно. Спасатели с Голицыно в город Одинцово очень долго будут забираться, да? Вот с этим бы как-то хотелось бы разобраться. То есть им не нашлось места в Одинцово, а нашлось в Голицыно. Ну, давайте мы домыслами не будем заниматься, мы же не знаем, почему данная пожарная часть была переведена. Вероятно, были какие-то причины. Вам вот известны они, например? Нам причины, к сожалению, неизвестны, но мы возьмем на контроль, можем узнать и связаться. Я, на самом деле, с Денисом соглашусь, потому что, ну, вот на первый, по крайней мере, взгляд, для меня, как для профана, это, конечно же, странно. Одинцово – это, в общем-то, центр и столица Одинцовского района. Здесь проживает огромное количество человек. Я не говорю, что Голицыно не нужна пожарная служба. Но то, что именно основной пункт был перенесен туда, это вызывает некоторые вопросы. Во многих странах мира, да что там странах мира, в самой России, да, во многих регионах имеются, в общем-то, пожарные станции, где, предположим, находится там оперативный расчет один, предположим, с одним автомобилем специальным, да, и, там, минимальным каким-то количеством сотрудников, которые могут оперативно выехать на пожар, да, и, по крайней мере, работать до тех пор, пока, ну, прибудут подкрепления, если они необходимы. Наверняка, ну, я просто понимаю, что наши МЧСы достаточно серьезные структуры, они бы не встали просто проморгать, да, этот вопрос они не могут. Поэтому, вероятно, есть какие-то причины, но если они все-таки вот вам станут известны, если можно, в следующих эфирах давайте мы ходим, потому что вопрос действительно, ну, не скажешь какой-то прям, да? Ну, для хорошего, конечно, в каждом населенном пункте должен быть какой-то действительно либо штаб, либо пожарная станция, потому что это, да, это действительно так. По поводу пожара, который как раз-таки на Можайке произошел, мы готовили материал, наша съемочная группа его вам готовила для информационного выпуска новостей, я сейчас предлагаю вам, а также нашим зрителям еще раз посмотреть, что же произошло в январские праздники. В новогодние праздники крупный пожар произошел и в Одинцово. Взгорание в доме номер 108 по Можайскому шоссе уничтожило несколько квартир на четвертом и пятом этажах. Беда пришла и в семью Марины. Сейчас многодетная мама временно проживает в стационаре с тремя детьми. Что делать дальше, не знает. Мне некуда привезти сейчас детей после больницы. Вот единственное, что я переживаю. Потому что мы с мужем живем ради детей, все делали для них, а остались без ничего. Вот просто вот. Я вот чисто из-за этого только переживаю. Мама! Мне не хотелось, чтобы у них стресс был. Потому что у меня маленькая еще даже не знает, что... Она даже говорит, когда папа приедет, когда домой пойдем. Глава района Андрей Иванов провел экстренное совещание. Он предложил всем муниципальным служащим направить свою зарплату за рабочий день на помощь погорельцам. Уверен, что все мои коллеги отнесутся к этой инициативе с пониманием и перечислят средства в кратчайшие сроки. Сейчас наша основная задача мобилизоваться и всем вместе помочь жителям, которые оказались в трудной ситуации. Напомню, что в результате пожара пострадали 13 человек, в том числе и шестеро детей. Их оперативно доставили в Одинцовскую ЦРБ и 123-ю клиническую больницу. В больницу очень хорошо нас приняли, очень хорошо. Врачи очень внимательно смотрят за моими детками. Спасибо им большое. Специалисты настаивают, чаще всего в новогодних пожарах виноваты сами люди. В праздники многие используют пиротехнику, а она становится весьма опасной в руках нетрезвого человека. Кроме того, пожары возникают и из-за самодельных обогревательных устройств. Часто просто-напросто загорается проводка. Действительно, довольно страшная ситуация там произошла. Мы сейчас подробнее обсудим непосредственно обстоятельства данной трагедии. Сперва позвольте представить вам еще одного гостя в нашей студии. Татьяна Ивановна Олейничева, консультант-эксперт общественной палаты, нас сегодня посетил. Здравствуйте. Здравствуйте. Татьяна Ивановна, мы сейчас с вами поговорим. Знаю, что вы специалист по страхованию, в том числе недвижимого имущества. Я думаю, что это довольно актуальный вопрос, особенно в условиях пожароопасной ситуации сейчас в районе. Но сперва все-таки, Ольга, все-таки вот, ну хорошо, произошел пожар. Там действительно выгорело какое-то безумное количество вообще квартир. Люди остались на улице. Сейчас они размещены, там вы сказали, да, в определенных, выделенных для них местах и так далее. За чьи средства это все происходит? Конечно, за счет средств администрации. И ремонт тоже будет за их счет? Да, и ремонт. Я сейчас объясню. Глава обратился с призывом к сотрудникам городской и районной администрации в добровольном порядке перечислить однодневный заработок в фонд помощи людям, которые пострадали в пожаре. Конечно, все сотрудники администрации главу поддержали. И будут собраны деньги, и уже по мере оценки пожара будут перечислены самим жителям. Ну, я так понимаю, что подобная ситуация сложилась, я имею в виду, с действительно помощью со стороны администрации в финансовом плане. В первую очередь из-за того, что это, в общем-то, действительно довольно редкое событие. То есть, я так понимаю, законодательно, конечно, нигде не прописано, что наши чиновники должны там дарплату свою ежесуточную, да, перечислять в фонд любого пострадавшего человека в результате ЧАЭС. Я к тому веду, что, в принципе, от пожара никто не застрахован. И насколько вообще вот имеет смысл, предположим, к тому же страхованию, да, частно, скажем так, обращаться? Насколько имеет смысл заранее все-таки думать наперед, подстраховывать себя и думать о том, что что-то все-таки может произойти? Я думаю, на сегодняшний момент это нужно, это более подробно. Татьяна может об этом рассказать. Спасибо за то, что предоставили слово и пригласили меня на передачу с таким серьезным вопросом. И что хочется отметить. На основе проведенного анализа могу сказать, что статистика по страхованию населения России невелика своего имущества, жизни и здоровья. И хочется обозначить, что наше российское население все так же живет с понятием, как любой русский человек на авось. Со мной ничего не случится, со мной ничего не произойдет. Но, к сожалению, происходит. И все-таки хочу обратить внимание, что в данном случае несколько видов страхования могли бы помочь населению и можно на следующий период себя застраховать. Татьяна Владимировна, на секундочку извините, я вас прерву. Давайте примем начальный звоночек от нашего зрителя, а потом поговорим о видах страхования. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас слушаем. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Александр, я живу в Можайске, в шоссе дом 136. И вот у нас проблема возле магазина перекресток, пересечения Говорова и Можайского шоссе, очень неудобный перекресток. Нету стрелок там. И с Говорова 90% поворачивает в сторону Москвы, а вот от нас левый поворот к Можайку тоже 90% делает автомобилей. Вот как-то организовать это дело, потому что чуть ли не каждый день столкновение машин происходит на этом перекрестке. Ну смотрите, Александр, спасибо огромное за звонок. В общем-то, действительно, если там и правда настолько, даже не то, что аварийный участок опасный, если он хотя бы неудобный, то я уверен, что наши дорожные службы специализированные, которые занимаются этим вопросом, конечно же, рассмотрят обращение общественников с предложением установить там хотя бы, например, стрелку, правильно? Или каким-либо другим образом разграничить данное движение. Мы ваши контактные данные, как мы обычно и делаем, передадим в общественную палату, в профильную комиссию. Они с вами свяжутся, вы им конкретно назовете место, которое вы имеете в виду. Они выехают на место, скорее всего, и проходят. Да. Вот. И посмотрим, действительно, если там оправдано то, о чем вы сказали, то они, конечно же, будут со специализированными службами связываться. Спасибо большое за звонок. Так, ну что же, Татьяна Ивановна, мы с вами говорили про конкретные виды страхования. Да, хотелось бы отметить, что самое важное у человека – это жизнь и здоровье. Поэтому страхование жизни – это важный вид страхования. Затем ответственность. Ответственность, ну, применительно к данной ситуации, это ответственность перед соседями. И также это страхование… Если можно немножечко уточнить, это означает, это такой аналог ОСАГО для автомобилей, правильно? То есть, если по вине человека А, который делает страховую данную сделку, если по его вине причиняется ущерб чужой квартире, то страховая компания потерпевшему выплачивает, правильно? Абсолютно точно. Страховая компания берет на себя ответственность за залив, ну, за многие риски, которые входят в этот вид страхования. А если ремонт, предположим, требует гораздо большего количества средств, чем тот взнос, который совершил человек, который решил к страховке обратиться? К сожалению, придется обратиться в суд тому человеку, который потерпел от третьей страны. То есть, страховая возмещает в определенных пределах? Совершенно точно. А не получится ли так, что я, условно говоря, заплатил на всякий случай, обратившись в страховую, 100 рублей, да, вот, а страховая возместила там 80, это мне было бы, на самом деле, проще, если я что-то там плохое сделал, соседу самому ему заплатить, при этом заплатить меньше? Мы сейчас говорим о возмещении за ущерб перед соседями, правильно? Мы говорим по ответственности. Здесь речь идет немножко о других суммах. И стоимость полиса и сумма, которую будет возмещать страховая компания, они настолько разные по цене, то есть стоимость возмещения может быть несколько миллионов рублей, а стоимость полиса может составлять всего 100-200 рублей. Вот мы о чем сейчас говорим. То есть, это действительно очевидно с точки зрения выгоды финансовой? Абсолютно точно, что нужно рассмотреть, сколько человек готов заплатить за полис и сколько страховая компания примет на себя ответственность. Я вас понял. Есть у нас еще один звоночек, поговорим с нашим зрителем, потом продолжим беседу. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас слушаем. Меня слушаете? Да, вас слушаем. Значит, такой вопрос. Я проживаю на улице маршала Жукова, дом номер один. Наша улица очень звучная, маршала Жукова называется. Хотелось бы знать, почему так очень много заставлено машинами, нельзя ли разгрузить ее? И еще, значит, возле магазина Маринки, так называемая, там очень много и аптека, и медицинский центр, и магазины, и тротуар заставлен машинами. Как быть? Почему? Там нигде нет обозначения, что там, возможно, стоянка. Нигде обозначений нет. Тротуар? Да, видно, что тротуар, как обычно. А машины стоять не должны. Почему? Понял ваш вопрос. Скажите, к вам как обращаться можно? Лидия. Лидия. Лидия, смотрите, ситуация какая? Разумеется, ставить на тротуаре автомобиль – это беспредел. Ну, потому что у нас все достаточно просто, это даже не азбука Морзе, это, в общем, достаточно простая и понятная вещь. Автомобиль ездит по дорогам, а люди ходят по, в общем-то, пешеходным переходам, либо по тротуарам. Автомобиль на тротуаре – это нонсенс. В общем-то, штраф, как минимум. Поэтому, если есть такой момент, разумеется, тут нужно сразу обращаться в правоохранительную службу. Если есть место, где, как вы говорите, массово народ любит, как паломники, знаете, отправляться туда на автомобилях и оставлять их массово на тротуарах, значит, это, что называется, место прикормленное. Значит, там уже годами все это происходит и почему-то на это внимание не обращают. Я думаю, что как раз-таки общественники, которые довольно тесно здесь с правоохранительными службами работают, могут обратить внимание той же дорожной службы ГИБДД на данное конкретное место. Что касается разгрузить, ну, мы сейчас выслушаем, опять же, мнение общественной палаты, она гораздо в этом плане более подкована, чем я. Но, тем не менее, смотрите, я знаю, что за последнее время это принципиальная политика нашей администрации района, Андрея Робертовича Иванова, о том, что любой строящийся объект, там, дом и так далее, он обязан нести социальную нагрузку. То есть, обычно это предполагает строительство, скажем, детского садика, да, парковок обязательно, обязательно. Это делается в том числе для того, чтобы не приходилось в дальнейшем, когда, скажем, микрорайон уже спланирован, застроен, его расширять, там, перепланировать, ликвидировать какие-то тротуарные переходы и так далее, где-то вот эти вот метры несчастные, которых, в общем-то, мало, да, выцеживать. Поэтому, я думаю, что в любом случае этот вопрос мы, конечно же, в общественную палату передадим. Там сидят люди, которые прекрасно понимают планировку отдельных микрорайонов и так далее. Если там получится что-то сделать, они, конечно же, в архитектурный отдел нашего города эту идею передадут, правильно? Да, конечно. Ну что же, последний вопрос у нас, Татьяна Ивановна, к сожалению, времени уже мало осталось по поводу видов страхования. Скажите, пожалуйста, насколько действительно вот сегодня это, я понял, что немногие обращаются, да? Да, статистика такая, что немногие. Но из тех, кто обращается, насколько это действительно им нужно в конечном счете? Не получится ли, что они, обращаясь в страховую компанию, перестраховываются? Я хочу сказать, может быть, о таком вопросе очень важном. На сегодняшний день в приемную общественной палаты поступает очень много вопросов от жителей. В едином платежном документе, который приходит жителям за уплату за коммунальные платежи, стоит понятие как страхование. Предлагаю жителям обратить на это внимание. Житель может, поставив галочку и заплатить вместе с коммунальным платежом ту сумму, которую ему предлагают, застраховать на следующий месяц свою квартиру. Да, в общем-то, быть уверенным, получается, что если, не дай бог, он окажется в сложной жизненной ситуации, как у жителей на Можайском шоссе 108, будет как-то попроще. Спасибо огромное, что вы к нам сегодня приезжали. Тема действительно была, ну что уж сказать, неприятная. Но, с другой стороны, хорошо, что общественные организации, кроме власти, еще и общественные организации помогают простым людям в решении подобных сложных жизненных ситуаций. Спасибо, что приезжали. Спасибо. Уважаемые телезрители, вы смотрели передачу «Разберемся». Сегодня мы говорили о чрезвычайных ситуациях, о том, как общественная палата Одинцовского района может помочь, если, не дай бог, что-то серьезное у нас в районе случится. Если у вас остались какие-либо вопросы, предложения, звоните нам в течение недели. Наш телефон 508-86-84 работает, повторюсь, в течение всей недели. Либо же напрямую обращайтесь в общественную палату Одинцовского района на их официальном сайте. Там работает весьма удобная форма обратной связи. Или же там же вы можете написать электронное письмо на их электронный адрес. С вами был Святослав Савенков. Берегите себя и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова